ребят всем огромное здравствуйте с вами как всегда алексей грильков сегодня будет рецепт очень интересный я его готовлю на свое день рождения для друзей это вариация на тему люля кебаб но это не настоящий люля кебаб вы все прекрасно понимаете настоящий люля делается двумя топориками я четыре показал но это если вообще супермастер я сегодня покажу как это сделать в мясорубке мы будем использовать баранину мясо подойдет абсолютно любой любите свинину пожалуйста любите свинину говядину то есть некий домашний фарш пожалуйста но я сегодня сделаю по праздничному немножко все это с баранины делается необычно делается в сочетании с баклажаном и я считаю что это конкретный плюс потому что мы по факту получаем с вами и гарнир и вкусное мясо и ничего не свалится с нашего шампура ребята давайте приступим к приготовлению по мясной составляющей я взял баранину это окорок 1 и 4 килограмма также у нас идет курдюк вот он здесь 250 грамм все через мясорубку провели теперь специи ребята это очень важно и так мне по не очень большой набор специи но вот прям такой необходимо во первых это зира что-то около полутора столовых ложек единственная я рекомендую ее именно в ступке потерять кстати многие советовали это делать все в блендере я попробовал ну честно скажу ребят эффект такой же ступка наше все специи можно брать какие вам нравятся я лишь показываю тот минимум который приятен скажем так мне ну не надо вот здесь там знаете там орегано базилики еще что-то минимум все отправляю это все сюда по следующим специи как запахло я использую черный перец молотый также по вкусу по соли я действую по такой методе что я добавляю на глаз потом есть что можно будет досолить чтобы какой-то минимум уже все-таки здесь был последнее что меня не предпоследнее это лук 2 луковицы мелко нарезаны не надо только через мясорубку проводить нужно чтобы лук чувствовался это добавит сочности нашим нашим день за как назвать не люляшкам да это же это же не реки люля кебаб нормальные ребята топориками идет а я ненормальный и паприка она коп под копченая как было написано я добавляю и для цвета и для вкуса также обязательным я считаю добавление воды либо бульона в моем случае это вода может быть 50 60 миллилитров все это делается на глаз и теперь я все это тщательно вымешиваю когда вы все тщательно перемешайте вы поймете какая консистенция можно немножко попробовать на вкус да то есть я понимаю что соли менее хватает поэтому я ее тоже сюда еще немножко добавляю и воды вода обязательно она даст нам хорошую сочность вот что-то такое на глаз еще раз вымешиваю и вот эту процедуру сейчас вымешивание можно вот так брать все это дело подкидывать там вот эти все движения вы понимаете делается для того что он как можно лучше перемешался и появился эффект вязкости чтобы у нас все это шампуров не свалилось на это уйдет минут 5-6 баранина без баклажана деньги на ветер господа я считаю так нам понадобится три штуки можно побольше не знаю на сколько мне хватит лучше всего возьмите вот такие вот вытянутые это будет все удобно нашампуриваться на шампур что я делаю вы знаете многие говорят что горчит вот эти баклажаны точно не горчат поэтому я не буду их в соли замачивать если вдруг боитесь лучше засолите хотя бы минут на пять на шесть я делаю вот такой вот толщины куски пока все кладем в удобный контейнер делать действуем дальше нам нужно все это немножко замариновать ребята здесь можете обойтись опять же вашим любимым маринадом я сегодня буду использовать вот это я не знаю помните ли вы или нет сейчас выскочит ссылка это волшебное зелье здесь уже зелень здесь уже и все что нам надо и острота и соли все есть в этом шикарно мариновать я вот добавлю такие вот две ложки и на такое количество добавляем обычного подсолнечного масла после этого все приводим к состоянию сейчас покажу как должно получиться в общем все отправляем сюда напомню что вот эта штука обалденно вкусная для сметаны для всего готовьте делается не сложно особенно для маринадов для маринадов и так теперь все это я стараюсь равномерно между собой перемешать может быть не самый лучший контейнер я выбрал но все же что же мы делаем с вами дальше с мясом и с баклажанами я оставляю буквально на два часа фарш я оставлю чтобы он постоял в тепле он так лучше промаринуется и будет насыщен нашими специями которые мы с вами добавили после чего я положу в холодильник буквально на час по такой теме можно готовить как и шашлыки то есть вы замариновали завтра куда-то идете можно это шикарная альтернатива повторюсь шашлыкам очень вкусно можно сделать заранее на ночь поставить в холодильник и на следующий день все это дело приехать на природу например с друзьями приготовить и съесть баклажаны также оставляю только в тепле на минут 15-20 ну а пока мы с вами займемся маринованием лука потому что это очень важно вот этот баланс до маринованного лучка мясо запеченных баклажанов этот я участвовать сейчас говорю об этом реально уже хочется все это дело попробовать вместе с вами две луковицы мы их с вами нарезаем как вам больше нравится я люблю это все делать полукольцами берем его так ну не профессиональной нарезкой начинаем как можно тоньше все это дело нарезать лук отбрасываем в удобную тару что нам надо сделать так как лук сейчас будет очень сильно горчить то есть не надо сейчас там уксусом заливать ничем я заливаю кипятком и заливаю буквально на 5 я уже сто раз это показываю просто это идеальный гарнир сегодняшнему нашему с вами блюду и все оставляем буквально на пять минут воду мы слили распрямляем лучок волшебный все горечь ушла ребята горечь ушла за все хорошо добавляю сюда соль немного сахара так как мы будем добавлять уксус и нужно сделать некий баланс единственное что уксус я рекомендую настоятельно использовать именно яблочный немного вот смотрите об все больше не нужно теперь все перемешиваем осталось теперь подождать пока все промаринуется будем с вами собирать есть особенная метода скажем так как это делать и также есть метода как это все правильно жарить чтобы ничего у вас не упало но об этом мы с вами поговорим где-то часа через два когда будем все готовить мы сегодня снимаем в очень необычным в восхитительном по своей красоте месте эта база отдыха и лоранта это наши друзья это даже можно сказать не спонсоры просто нас сюда любезно пригласили провести ролики записать какие-то рецепты ну и в целом показать какая природа на карельском перешейке у ребят есть разные коттеджи по вместительности от 2 до 15 человек всегда чисто на территории огромнейшее озеро с беседками мангальные зоны у каждого коттеджа я немного знаю основателя данной базы отдыха это замечательный человек который сюда вложил свою душу это чувствуется в каждом сантиметре ребята не думайте что это какой-то заготовленный текст им вообще по идее реклама не нужна просто мы все действительно очень часто ездим и захотелось рассказать об этом месте вам потому что здесь действительно все сделано для хорошего отдыха это баня русская которая прям вот действительно русская ты выходишь в купель там и зимой или летом например это в озеро ты прыгаешь зимой здесь тоже своя движуха здесь финские сани здесь присутствует вот смотрите синичка сейчас ну давай иди сюда ребят я клянусь если вы мне скажете что это постанова это нифига не постанова поэтому здесь все созданы для того чтобы отдыхали я обязательно оставлю ссылочки в описании имейте ввиду потому что и лоранта это действительно чертовски душевный отдых здесь можно отдыхать как семьей так и со своими друзьями но мы с вами можем приступить к рецепту дальше все ссылочки на и лоранту будут в описании ребятам спасибо большое что предоставили база отдыха нам да еще кто будет у меня еще семечко будешь нет уже почистил за тебя все все извини я сейчас приду я приду прошло даже немного больше времени может быть часа три а вот теперь давайте с вами все это дело на шампуре вать есть некая метода которая вам естественно покажу сейчас я не профи покажу со своей колокольни дилетанта скажем так шампур очень важно чтобы он был толстый и плоский действуем по такой схеме смотрите что я делаю я беру кусочек кусочек баклажана с этим мягким промариновался очень вкусный будет нету этой жижи еще раз жижи зеленого зелья этого спокойненько берите соль перец и все теперь берем шарик желательно чтобы они были где-то одинакового размера так это все равномерно у нас с вами приготовиться берем делаем вот такой шар посмотрите да немножко мы его с вами проминаем чтобы у нас зафиксировался и шар на сандали ваем сюда теперь берем следующую баклажанину и теперь смотрите придерживая вот здесь он здесь сейчас будет это видно смотрите что я делаю я немножко плющу лёха плющист смотрите как получается классно вот по такой схеме сейчас можно будет весь шампур и сделать процесс приготовления пошел как это нужно делать ребята смотрите мы с вами выставляем над углями жар должен быть очень сильный и теперь нужно интенсивно все переворачивать чтобы все запечаталась у нас с вами посмотрите какая красота засекаем где-то может быть секунд 40 50 и сразу переворачиваем нам нужно со всех сторон запечатать а потом все готовим минут 10-15 а потом все готовим минут 10-15 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, давайте немножко введу в экскурс, как мне кажется, подавать это блюдо очень вкусно. Сверху на горячий идет маринованный лук, закрывается все лавашом. За это время лаваш сейчас будет напитываться ароматами. Чувствуешь, как он напитывается сейчас? Чувствую, прям впитал все. Я бы на лаваш, наоборот, положил бы. Он мокрый будет, он будет как мокрая тряпка, брат. Ты любишь мокрые тряпки? Брат, я не ожидал от тебя такого. Не, лавашик должен быть отчасти сухой, но при этом с ароматами баранины. Это каждому свое. Также, я сегодня это не буду использовать, но вообще, по идее, вот здесь лежит кинза. Это когда мы сейчас попробуем, потому что Денис не ест кинзу ни под каким соусом. На мой взгляд, с бараниной она... Творотное зелье. Ну ладно тебе. Ну смотри. Понюхай лаваш. Я гостеприимен, брат. Еее. Ладно. Отдай мне лаваш. Да, да, да. Ну я, короче, рассказываю, как это все естся, как мне это показывалось изначально. Значит, надеюсь, видно было, что все сочно. Наташа, видно было, что все сочно? Молодец. Вот, да, ты все правильно понимаешь. Это берется вот так вот. Это, конечно, порция, ну, чтобы вы понимали, я не знаю, на какое количество людей. Так, все, Денис, нет. Берешь вот так вот с лучком. Смотри, смотри. Ты же любишь всю эту тему, да? Оп. Все это... Тебе сделать? Это я тебе делаю. Спокойно. Сам? Вот так закрывается колобашка эта. И вместе с лавашком горячим все это пробуется. Можно я поменьше кусочек возьму? Да, конечно, можно. Ты баклажан, кстати, любишь? О, а здесь сачок. О, смотри. Ты любишь баклажан? Баклажан? Угу. Я сейчас туплю почему-то. Да, люблю. Давай пробуй. Ты с луком взял? Или без лучка? С луком. Ну что? Это реально вкусно. Мне нравится баранина. Ты сюда зиры напихал, да? Ну, достаточно много. Она пряная, вкусная и в меру острая. Ты сколько перцев набухал? Не знаю. Пикантно? Жижик делает свое дело. Угу. Вообще жижик во всей этой теме очень вкусный. Ребята, я, короче, могу сказать только одно. Я шашлыки, если честно, немножко переел. Для меня вот это сейчас гораздо интересней. Формат того, что вы делаете фарш дома, привозите на место, где все это происходит. Ничего не падает с шампура, как вы видели. Хотя некоторые считают, что если делается фарш в мясорубке, значит, это там сразу все упадет. Ну, вот сегодня вы видели. Главное, водички добавьте, чтобы и вязкость появится, и оно более сочное. Сочнее будет, скажем так. Ну, вот это не нуждается в каком-то кетчупе, да? Абсолютно нет. Вот вкус баранины перебивать каким-то там, не знаю, непонятным кетчупом, еще чем-то, табаско. Нет. Вот оно должно оставаться вот именно вкусом. Здесь может быть даже на самом деле баклажан лишний. Они сами по себе вкусные. А мне баклажан очень нравится. Я просто очень люблю сочетание баклажана и мяса. Вот скажи, тебе нравятся шашлыки? Ну, ты по своему времени, я знаю, что не очень ешь. Вот это как будто пожевано за тебя, да, уже? Короче, ребят, на самом деле фишка такая, что это не очень сильно отличается от классического люля-кебаба. Конечно, все это можно взять топорики. Это я все здесь стебусь, правда, это может быть уже, конечно, устарелая тема. Но, конечно, можно по старинке все сделать с топориками. Сделать все прям вот как это аутентично. Но это же не люля, зачем это делать? Это именно вот такая вот не люля. Я это так и назвал. Это делается удобно. Это сразу гарнир. Это сразу же у вас идет и мясо. Это очень съедобно. По количеству. Ну, шампур на двоих. Мне отлично. Треть шампура я переем. Потому что баранина... Я не очень много ем мяса, но мне это вот так вот. Ну, баранина еще тяжелая сама по себе. Ну, вот по восприятию желудка, вот если ты резко съешь, оно у тебя будет ощущение, что нужен будет чай. Повторяйся. Ну, ничего страшного. Так, у нас батарейся. Ну, на самом деле, не знаю, сколько Алексей сюда положил. Алексей. Ну, ты имеешь в виду. Алексей Лешич. Лешич. Ну. Сколько сюда Лешич положил специй, именно острых пряных специй, потому что я не видел, как он этим занимался. Ни одного. Паприка копченая и перец, и зира, и соль. Ну, вот люди, которые не любят острого, должны положить раза в полтора меньше, видимо, перца. Потому что он прям чувствуется. Он молотый сегодня был. Мне это нравится, но те, кто острое не любит, лучше уменьшить порцию. Воздержаться. Навеску. Ну, да. Ну, тебе в целом понравилось? Да. Ну, под это, конечно, надо что-нибудь такое, да? Нам запретили. Да, нам запретили сказать, что, ребята, вы в каждом ролике уже пьете, хватит, заканчивайте с этим. Я рекомендую этот рецепт абсолютно всем, кто хочет попробовать что-то новое, кому приели шашлыки. Это очень мягко естся. Это не нужно сдабривать кетчупами, майонезами, еще чем-то. Вкус баранины. Ребятоньки, не хотите баранины, не любите баранину. Возьмите сочетание свинины и, например, той же самой говядины. Единственное, я настоятельно рекомендую, не покупайте фарш готовый в магазине. Сделайте сами, через крупную сетку, чтобы были крупные куски. И обязательно добавьте курдюк. В магазине нельзя. Потому что говно продается в магазине, а не фарш, честно. Ну, без прикола. То, что вот, ну, можно хороший, да, Наташа, мы для рецептов что-то находим, но оно больше для другого. Вот для такого блюда лучше делайте сами. Ну, ты же шашлык, это значит, что шашлык купишь готовый. Ну, по сути, люля, это фарш, который добавляешь в специи. Ну, как готовый шашлык купить. Ну, прикольно. Я начинаю уже снова вот это вот. Да, да, да. Лодочки, лодочки. Наш дом люля. А ты не хочешь написать такую книгу, Наш дом люля? Как-то не думал об этом. Ну, подумай, мне кажется, у тебя хорошо получится. Давай, ребята, мы, наверное, заканчиваем, потому что у нас все голодные за кадром. Сейчас будем все есть, пока это горячее. Огромнейшее. Спасибо базе отдыха и лоранта. Динь, как тебе лоранта, честно? Это не реклама? Это, ну, я уже ребятам объяснял. Вот скажи кайфово здесь. Вот без рекламы, если не нравится, скажи не нравится, правда. Но я все не вижу, что ты сегодня улыбаешься. Есть тех, бас. Я могу рассказать, почему я улыбаюсь. Это да ладно. Тебе что, щекотит там, что ли? Да. Из тех бас отдыха, где я был, пожалуй, это лучшее. На самом деле. Да, здесь хорошо, ребят. Здесь очень уютно, гостеприимно. И лоранте огромное спасибо. Ссылочка на них будет в описании. Те, кто из Питера или, может быть, планирует приехать в Питер, имейте в виду. Здесь очень здорово, очень уютно. И вас встретят здесь такой, знаете, домашний. Это как будто у вас... Белочки. Да, с белочкой. Здесь белочки есть, кстати. Ну, я про это говорю. А если не синица кормила? Я тебе клюнусь, я 31 год, я ни разу не кормил. Мы сегодня он Игоря Николаева кормили. У нас кот ходит очень похож на Игоря Николаева. Мы сейчас сфоткаем его, я вставлю обязательно. Почему-то кто-то говорит, что это Гитлер, а кто-то говорит, что это я. Говоришь, это Игорь Николаев. Ну, я тоже склонен. У него усы такие черные. Ужасно. Ребят, с вами был, как всегда, Денис. А почему, как всегда? Ну, давай, сегодня, короче, сегодня был в гостях у меня Денис. У меня в гостях был Алексей. Да, и, в общем, рецепты, все дела. Если понравился ролик, обязательно ставьте пальцы вверх. Если нет, разумеется, пальцы вниз. Всего самого хорошего. Пишите в комментах, обязательно готовьте это, потому что это очень вкусно. Особенно с маринованным лучком. Все, мы побежали. Пока, ребят. Счастливо.